это день города в студии максим васильев здравствуйте главная тема дня техника против непогоды с улиц рязани коммунальные службы уже начали вывозить снег вас беспокоят и следственного комитета новые уловки телефонных мошенников позабытые и стампы работы советских графистов представил художественный музей минувшей ночью на улицах рязани работало 19 комбинированных дорожных машин всего за ночь было вывезено 156 кубических метров снега об этом сегодня на своей страничке в соцсети написал исполняющий обязанности мэра виталий артемов сотрудники служб города работают в круглосуточном режиме пишет он городские дороги посыпаются песко соляной смеси для того чтобы не образовывалось налить районные префектуры работают в плотном контакте с управляющими компаниями по уборке дворовых территорий и междворовых проездов ведется контроль и фотофиксация качества уборки снега во дворах многоквартирных домов как сообщает пресс-служба рязанской администрации в районы города направлены 20 комбинированных дорожных машин которые подметают проезжую часть и проводят противогололедную обработку а также 26 единиц спецтехники тракторы щетки тракторы погрузчики самосвалы снегопогрузчики грейдеры было использовано 92 тонны песко-соляной смеси и 19 тонн реагента днем на уборку улиц вышло 70 единиц техники особое внимание очистки тротуаров пути проводов остановок общественного транспорта и пешеходных переходов бригады мехуборки работает на улицах свободы и ленина в ноябре ежегодно проходит всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий памятную дату учредили для того чтобы все жители планеты могли выразить соболезнования тем кто потерял родных и близких в дтп этот день служит напоминанием о том как важно соблюдать правила дорожного движения диана доминика кирилл вот имена детей которые погибли в дтп на дорогах области кто-то из них только начал ходить в школу другие же готовились к выпускному жизнь их трагически оборвалась в одной из аварий теперь они сухой статистике сводки дорожно-транспортных происшествий день памяти жертв дтп своеобразный знак беды напоминающий обществу об огромной проблеме дорожно-транспортного травматизма и смертности на дорогах в день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий сотрудники госавтоинспекции показали автомобиль который побывал в одной из таких серьезных аварий стекла выбиты крыша смята самыми частыми нарушениями является выезд на полосу встречного движения управления транспортными средствами состояние опьянения нарушения сигналов светофоров и к результатам всего этого являются трагедии и загубленные человеческие жизни эта женщина мама одного из погибших мальчиков говорит сын часто разъезжал по городу на велосипеде оттого знал все правила дорожного движения в тот день он торопился в школу музыкальную и сел на велосипед бабушка сказала будь аккуратнее на дороге много дураков на что он сказал это их проблемы я соблюдаю правила вот так бывает за одну секунду спецмашина скорая помощь сбила макса когда он пересекал на велосипеде дорогу я вас просто призываю что на самом деле как сказал как сказала бабушка дураков полно и вы знаете на дороге к большому сожалению нельзя оценить степень ума ни одного ни другого по статистике с начала года в рязанской области в результате дтп погибло пять детей около трехсот несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести в дорожных авариях день памяти жертв дтп был задуман как мероприятием дающая возможность почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий и призван напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения партнер программы день города выставка продажи и край рыба камчатская возле торгового центра премьер до 25 ноября включительно не пропустите мошенники из колл-центров доработали схему изъятия денег у населения если раньше они звонили якобы из службы безопасности банка то теперь представляются реальными людьми а иногда даже сотрудниками следственного комитета александр логина в должности руководителя рязанского межрайонного следственного отдела с 2020 года на его счету десятки раскрытых преступлений как говорится он зуб точат многие и вот однажды телефонные мошенники позвонили жителю региона от его имени последнее время участились случаи мошеннических действий в отношении жителей нашего региона при котором преступники используют имя сотрудников следственного комитета то есть гражданину звонит неизвестный номер в ходе разговора оппонент представляется сотрудником следственного комитета нередко руководителем какого-либо подразделения после чего сообщает информацию возможных финансовых махинаций с его картами дальше схема стандартная якобы следователь просто предупреждает о звонке сотрудника банка а тот уже узнает и номер карты и код на обратной стороне затем сообщает о хакерской атаке на счет в общем список ходов у мошенников огромный прелюдия только изменилась теперь звонок якобы службы безопасности банка анонсируют псевдоследователи в большинстве своем на мошенники пользуются номерами из мессенджеров это сразу должно насторожить более того сотрудник следственного комитета никогда не будет вам говорить о том что вам должен перезвонить сотрудник банка и действуйте по его указаниям тактика при таких звонках прежним прекратить вызов если же сомневаетесь в правомерности своих действий говорит александр логинов просто найдите в интернете номер регионального отдела следственного комитета и перезвоните им напрямую лучше потратить пару минут чем несколько лет чтобы вернуть отправленные мошенникам деньги в рязанском художественном музее открылась выставка графика советских художников собрание стампов этой коллекции гали георгиевской подарок музею перед смертью она сделала еще 60 лет назад но показать часть коллекции решили только сегодня экспозицию приурочили к ста десятилетию рязанского художественного музея 90 графических работ советских художников выполнены в разных жанрах и стампы из коллекции гали георгиевской в основной фонд музея вошло порядка 500 таких произведений для экспозиции отобрали самые примечательные вообще самой владелицы жемчужин советской графики известно мало гали георгиевская жила в москве и перед своей смертью завещала передать коллекцию фонду рязанского художественного музея коллекция старая она поступила к нам 60 лет назад шестьдесят третьем году но очень долго ее изучение не продвигалась далее первоначального списка приема по разным причинам вот сейчас мы как бы актуализировали эти вроде бы давно хранящиеся у нас листы но при этом редко показывающиеся среди них есть настоящие шедевр может быть такое громкое слово во всяком случае классические образцы печатной графики советского периода литография это плоская печать с камня рисунок наносят специальным карандашом или тушью затем камень так сказать травят особым составом причем обрабатывают только те участки которые не заняты изображением после этого состав смывают и наносят специальную печатную краску которая ляжет только на непротравленные участки произведение литографии похоже на рисунки карандашом но если рисунок карандашом это произведение существующие в единственном экземпляре то все произведения печатной графики существует во множестве оригиналов на стенах пейзажи портреты натюрморты а также произведения о жизни советских людей отдельно представлен зал с анималистическими работами и изображениями сказочных персонажей эта часть экспозиции будет радовать рязанцев и гостей областного центра все зимние праздники здесь в преддверии нового года установят елку я думаю что это станет местом для многих интересных мероприятий этому есть все предпосылки дело в том что сюжеты этих произведений допускают разговоры бесконечные с нашими маленькими посетителями очень много сюжетов сказок сказочных героев можно фантазировать можно вспоминать взрослые посетители могут узнать в некоторых работах иллюстраций к своим детским книжкам из ностальгии вспомнить годы юности когда каждый день был наполнен чудом кристина бочкарева михаил лазуткин телекомпания город океан дарит людям пищу который богат витаминами минералами жирами без которых поддерживать нормальное существование сложно но что делать если до океана тысячи километров как обеспечить себя и близких качественными морепродуктами ответ знают на выставке икра и рыба камчатская широкий ассортимент продавцы которые расскажут и проконсультируют по любому вопросу а также что немаловажно предложат продегустировать продукт перед покупкой ведь здесь на этой точке продаж нечего скрывать от покупателя и если вы попробуете кусочек вам точно захочется купить об этом знают те рязанцы которые каждый раз спешат к премьеру как только икра и рыба камчатская приезжает в наш город для оценителей качественной продукции для тех кто разбирается во вкусах это настоящая находка ничего другого уже не захочется тем более что рыба представлена самых разных видов приготовленная разными способами это слабосоленая чавыча белорыбец а омуль палтус и конечно красная икра удовлетворить свои гастрономические желания сможет буквально каждый потому и возвращаются покупатели раз за разом я так понимаю вы не первый раз здесь не первый конечно чем привлекает вас продукция что возвращает качеством качество качество пожалуйста а что предпочитаете покупать самый любимый чавычу ну и палтус другого есть и те кто впервые пробует продукцию камчатского края здесь но после покупки уверены они станут постоянными покупателями этой торговой точки ведь главное преимущество вкус и свежесть каких не найти других местах покупатели ценят выставку продажу именно за это выставка продажа икра и рыба камчатская в рязани до 25 ноября включительно возле торгового центра премьер у центрального входа на этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте 3w город 62.tv на наших страничках соц сетях всего доброго рязань встречай свежий улов прямо с камчатки чавыча красная икра белорывица все производителя с 20 по 25 ноября т.ц премьер